Ваше Превосходительство, Дмитрий Анатольевич Медведев, глава правительства Российской Федерации, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Высокие Представители Государственной Власти, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня действительно замечательный день. Мы празднуем юбилей 700-летия со дня рождения преподобного Сергия и празднуем его здесь, на первом ратном поле России, на Куликовом поле. А почему? А потому что если бы не было этого старца, игумена, Троица Сергиевого монастыря под Москвой, то не было бы и битвы на Куликовом поле, а может быть и не было бы уже и России. Когда великий князь Дмитрий Донской принял решение дать бой армии Мамая, то, как говорит летописец, по городам Руси прошел скорбный плач. Когда узнали соотечественники наши, что изволил князь Дмитрий идти за Аку, там были полчища. Там была во много крат превосходящая русские дружины армия, состоявшая из многих профессиональных наемников из разных стран. Это несоизмеримая была военная сила по отношению к русскому воинству. И потому плакала Русь, понимая, что не вернется князь Дмитрий и дружина его с того самого ратного поля. И у князя не было уверенности. И поехал он в Троицкий монастырь, что ныне называемый Троицей Сергиевой Лаврой, к тогдашнему игумену Сергию за благословением. И благословил преподобный Сергий. Да более того, дал еще двух монахов, которым вообще-то по каноническим правам оружие нельзя было носить. Он разрешил их от этой нормы права и сказал, чтобы они приняли участие в битве. И когда вот на этом самом месте Челубей вышел горделиво, бросая вызов русскому воинству, чтобы кто-то из наших сразился с ним в единоборстве, на это откликнулся Инок Пересвет, Александр Пересвет. Опять-таки несоотносимые величины, профессиональный воин, богатырь и монах. Ну, казалось бы, исход битвы предрешен. Но почему-то оба погибают в этом сражении, в этом единоборстве. И одно то, что Челубей не победил Пересвета, было свидетельством нашему войску о том, что с нами и иная сила присутствует на этом поле брани. И мы знаем, что Дмитрий Донской разгромил воинство Мамая, несмотря на многократное превосходство в силе. Кстати, историки до сих пор не могут согласиться, во сколько же раз Мамаева войско превосходило войско Дмитрия Донского. Чему все это нас учит? Учит вот чему. Никогда бы Дмитрий Донской не выступил бы сюда, на это поле, если бы не объединились русские князья. А что разделяло их? Их разделял эгоизм, стремление к власти, стремление взять верх над своими братьями. Вот все это лежало в основе междоусобицы русской. По молитвам церкви, по молитвам преподобного Сергия, усилиями Дмитрия Донского и преподобного Сергия отказались князья от этого местечкового удельного эгоизма. И поняли, что вместе нужно бороться. И не так важно, кому достанется слава и кто войдет в историю победителем. Важно вместе быть. И самое главное произошло до начала Куликовой битвы, когда народ наш объединился. Нынешняя психология и философия жизни предполагает все возрастающие потребности человека, все возрастающие возможности удовлетворять эти потребности. И в центре всегда человек, личность, он. Живи ради себя. Зарабатывай ради себя, ну, максимум ради своих близких. Трать как можно больше, и тем будешь счастливее. Вот если бы такая психология возымела вверх тогдашней Руси, то ни один бы князь сюда не пришел со своей дружиной. И Россия бы, Русь никогда бы не возродилась. Для того, чтобы сегодня встречать вызовы, в том числе и те, с которыми мы сталкиваемся, с грозными вызовами, мы должны научиться жить по другой философии жизни. Не эгоизмом, не потребительством, не чрезмерным обогащением ради удовлетворения только своих потребностей. Нужно жить, научиться вместе. И жизнь посвящать достижению высоких и спасительных идеалов, спасительных с точки зрения воли Божьей и Божественного закона. И вот тогда вокруг этих идеалов и может объединиться Отечество наше. Радуемся, что сейчас многое происходит на этом пути. Разве можно было представить еще несколько лет назад, чтобы патриарх вместе с премьер-министром, вместе с высокими представителями власти, на этом месте, где даже храма не было действующего, могли бы торжественно отпраздновать 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. Мы действительно за последние десятилетия прошли огромный путь наподобие того пути, который прошли русские люди, приуготовив себя к куликовой брани. Дай Бог, чтобы единство народа нашего, взаимная солидарность, поддержка стали ценностями, от которых мы никогда не откажемся. И тогда многие битвы, дай Бог, чтобы не военные битвы, но битвы с самими собой, со своим эгонизмом, со своей неправдой, со своим грехом, с проблемами, которые существуют в нашем обществе, чтобы эти битвы мы все вместе выигрывали. Таким образом, продолжая то победное действие, которое было совершено здесь, на Куликовом поле. Я хотел бы всем нам пожелать помощи Божией, духовных сил к тому, чтобы стяжать ту же силу Духа, те мысли, те убеждения, которые обеспечили победу нашего войска здесь, на Куликовом поле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok